Приветствуем Игорь Валентинович Сажина, историка, правозащитника, автор нашей исторической рубрики. И сегодня мы будем продолжать тему жен, если я правильно понимаю, как-то мы плотно пошли по бракам. Сегодня будет о запрете на браке с иностранцами в Советском Союзе. Да, действительно, 15 февраля 1947 года, 77 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР издал указ о запрете для граждан СССР браков с иностранцами. Люди, которые этот указ не соблюдали, они подпадали под 58-ю статью «Агитация и пропаганда», и, собственно говоря, получали сроки, сроки довольно большие. Самый известный, наверное, срок, полученный за брак с иностранцем, это Зоя Федорова, известная актриса, которая получила 25 лет за пропаганду и агитацию, вот как раз за связь с иностранцем, за попытку такого брака с иностранцем, после запрета, введенного в 1947 году. Да, это как раз вот ее фотография. Итак, как все это произошло? Дело в том, что до революции браки с иностранцем были возможны по одной простой причине, что при одном условии только что, так как браки заключались в церквях, соответственно, регистрировали церкви, значит, тут вопрос вероисповедания. То есть, если партнер переходил в другое вероисповедание, то есть в православие, то, собственно говоря, проблем с браком с иностранцем никакого не было, потому что венчаются два православных человека, да, один из них иностранец, это не играет уже, собственно говоря, никакой роль. Так что эта схема вполне себе работала. Когда пришли к власти большевики, то там была концепция свободного брака, и они очень активно ее развивали, где феминистские тенденции там были довольно мощные, там были даже идеологи определенного феминизма. Но, в общем, по сути своей все началось с 1917 года, когда, во-первых, у церкви изъяли, значит, право на то, что регистрацию брака были переданы государственные органы. Второе – это, безусловно, введение так называемого возможности без регистрации брака вообще создавать семью. И это вот установка на то, что, пожалуйста, женитесь на ком хотите, это ваше дело, живите вместе, регистрировать брак необязательно, никаких последствий этого не будет, если вы не будете регистрировать брак. И это действительно стало очень активно применяться. И сами большевики, вот это вот среди большевиков, женить бы на иностранцах – это просто вот иностранках, иностранцах – это стало как бы вот направо-налево, там первые лица практически, значит, вот среди большевистского руководства сами это, ну, вообще, как бы это очень широко приветствовалось, соединялись, ну, скажем так, особо каких-то препятствий не возникало совсем. Но это, безусловно, дало такие свои тенденции. Дело в том, что вот этот вот свободный брак и свободное проживание, оно пошли намного дальше, как, по-моему, Ковардай там сказал о том, что брак должен быть, ну, вообще, сексуальное удовлетворение должно быть как выпить стакан воды. То есть все друг другу обязаны. Вот. И брак как раз это вот такое вот вещь. Там, кстати, очень интересный момент. Там же огромную роль играет прерывание брака. Вот как в советской России прерывался брак в 20-е годы. Довольно просто, можно было по почте просто проинформировать своего партнёра, что всё, мы с тобой не в браке. Вот. То есть вот такая вот тенденция о том, что, ну, вот, свободно, абсолютно свободно, никак не мотивируя, ничего не объясняя, просто вот прерываем и останавливаем брак. И так эта схема дала свои плоды, потому что, например, вот это вот свободное отношение к тому, к браку, привело, например, к тому, что в начале 20-х годов, даже в середине 20-х годов резкий рост изнасилований, просто резкий рост изнасилований. При этом на судах эти люди, это очень известное было одно дело, значит, эти молодые ребята, комсомольцы и, значит, кандидаты в КПБ говорили, да ведь она должна была нам дать. Вот и всё, вот у нас такая установка, это было просто там шоком. Ну и в конечном итоге, значит, власти приняли решение о том, что надо как-то с этим, с свободным браком сворачивать. Ну и, скажем так, таким этапом в этом сворачивании это как раз стал вот вторая половина 20-х годов. Во-первых, во второй половине 20-х годов было введено ограничение на аборты, то есть началось затруднение с абортом. Не так просто, надо было как-то объяснять, надо было как-то с врачом разговаривать, хотя до этого, собственно говоря, власти очень свободно поддерживали, говорили, женщина абсолютно свободно распоряжаться может, значит, собственным телом, и поэтому... А вот в 20-м году начались вот это вот введение некоторых ограничений. При этом при всем, например, в 20-м году обозначили, что же такое гражданский брак, то есть незарегистрированный брак. Это значит, живут вместе, это общее хозяйство, и это того, что есть третьи лица, которые подтвердят, что они живут в браке. То есть уже не просто так, живешь с кем хочешь, надо все-таки это было еще как бы доказать, потому что это отсюда же разные экономические последствия и тому подобное. Но, тем не менее, никаких ограничений даже на телевидении, в смысле, в кино. Вот очень известный фильм 1936 года «Цирк», где, собственно говоря, главный герой женится на американке, у которой черный ребенок. Ну, это очень известная история. Это все как бы вот тиражируется, показывается, то есть такое вот... Никаких ограничений. Хотя вот пять раз с 1936 года начинается еще больше заворачивание гаек. Значит, во-первых, были вот этот вот отменен, вот это разрешение на разводы по почте. То есть все теперь разводиться могли люди только через суд. То есть если вы были в браке, просто так уйти невозможно от этого самого брака, вы можете обращаться только в суд. И там, ну, и появилась определенная компенсация. Например, начали производить определенные выплаты одиноким женщинам с детьми, так называемая семья-одиночек. Вот они начали получать какие-то выплаты. Ну, и вот постепенно, постепенно это начало все закручиваться, начиная с 1936 года. Значит, кроме этого, значит, началось... началось вот этот самый... Кроме запретов на аборты... Да, в 1936 году был введен жесткий запрет на аборты. Это однозначно вот такой очень важный план. Ну и уже, собственно говоря, брак начал принимать такие обороты традиционные и уже стало более традиционные. Но там еще и связано с тем, что в 1936 году началось уголовное преследование тех, кто начал, пытается строить семейную жизнь с иностранцем. Вот именно с 1936 года начинается это. Их рассматривают как шпионов. И, значит, если вы начинаете налаживать какое-то отношение с иностранцем, тут же начинают органы следить за этим человеком. Скорее всего, этот человек, значит, его вербуют. То есть любой иностранец – это, значит, вербовщик, значит, вот этих проклятых капиталистов, которые собираются завербовать данную женщину или данного мужчину. То есть вот эта конструкция начала очень активно применяться, слежение за этими людьми. То есть однозначно... Ну там еще такое было очень интересное объяснение, что, значит, ну хорошо, вот он женится. А, допустим, она женится на иностранцев. Он будет, там, англичанином, она, значит, советская гражданка, и у них же ведь гражданство останется, и они начнут шастать туда-обратно. А это очень хороший канал для спецслужб. Это очень активно продвигалось, что вот эта вот схема. Но запрета прямого не было, но под уголовку попадали. Попадали очень активно как раз вот с 36-го года, начинается под уголовку попадать за любую связь. Все, однозначно, скорее всего, ты шпион, все, неважно. Шпион, не шпион, но ты, скорее всего, шпион и загремел. И вот как бы таким итогом... Как они сделали такой резкий поворот от пропаганды рождения ребенка от представителей другой расы до полного запрета? Но это же прям, ну, совсем ровно противоположные мысли они вкладывали в полную... Да, но запрета ведь не было в 36-м году. Просто начали возбуждать уголовные дела и обвинять этих людей в шпионской деятельности. То есть вот на пустом месте. Конечно, они все шли по 58-й статье, по измене родины, по шпионажу. Вот они шли по этим статьям. То есть никто им брак не вменял. Никто им... Им меняли связь с иностранными спецслужбами. Но она не доказана. Да неважно. В 36-й, 37-й год не обязательно доказывать, что кто-то там шпион. Просто объявить его шпионом и все. И дальше, собственно говоря, быстро совещание разберется с ним. А дальше уже расстрел и тому подобное. Вот так что тут схема довольно проста. Это, скажем так, просто изменилась практика. Без всяких нормативов актов. И любая... Даже проехала... Ну, известная история вот этого актера Ржжонова. За что он загремел в лагеря? Он проехался в поезде. Когда ехал, он зашел в купе, где сидел иностранный гражданин. И с ним вел беседу где-то там час или полтора. Они с ним разговаривали. Все. Кто-то стуканул. Ему влепили, что он шпион. Все. И, собственно говоря, человек на долгое время загремел в Багадане. То есть, любая контакт, любая связь. Это не обязательно брак. То есть, но угроза брака уже возникает. И вот, собственно говоря, таким точкой. Это 15 февраля 1947 года. Ну, по сути своей, уже с 1944 года возникают определенные запреты. Например, это когда уже наши войска входят в период Второй мировой войны, заходят на территорию иностранных государств. Начинается очень много связей с иностранцами. И одним из первых это пошли запреты для военных. Военным начали просто преследовать за то, что они начали, значит, выстраивать вот эти вот брачные союзы с женщинами, значит, с иностранками. Это просто прямые запреты. Есть прямо приказы по полкам, по дивизиям, по армиям о том, что вы там с ума посходили следить за этими людьми и тому подобное. Ну, в общем, такой вот с 1944 года начинается определенное преследование этих самых людей. Вот. А точкой стал это 1947 год, потому что вдруг обнаружилось, что там же и на территории СССР были разные, значит, вот там в Мурманской области и тому подобное, были вот разные военные соединения иностранцев, которые там занимались снабжением и тому подобное. И там дипломатические отношения более широкие были. И вот стали очень много уезжать женщин, которые выходили замуж за иностранцев. Ну, и вот в 1947 году был такой указ. Объяснялось это, очень интересно, защитой советских женщин под дискриминацией. То есть они уезжают и там страдают. Вот это была одна из самых важных установок. И страдают из-за того, что там разность подходов. У нас очень феминистическая, а там, извините меня, патриархальная. И мы не хотим допускать, чтобы они страдали. И поэтому вот мы вводим этот указ. Ну, многие вот исследователи, которых я читал, они говорят о том, что скорее это было связано с демографическим, потому что уезжали женщины детородного возраста, а у нас с демографией все очень плохо, потери колоссальные, необходимо каким-то образом женщин раздержать. Ну, и вот как раз указ 15 февраля 1947 года, он, собственно, говоря, это жестко остановил. Значит, конечно, хуже было тем, кто уже заключил браки, потому что там кого-то отпускали, а кого-то просто перекрывали, не давали выехать. Очень есть множество известных историй. Вот, ну, пожалуй, самая такая история с счастливым концом – это когда в 1947 году одна из девушек взяла и влюбилась в чилийского дипломатического представителя, он влюбился в нее. И тут указ вышел в шарах, значит, они вдвоем заселяются в гостинице в Москве и живут там с 1948 года. Вот они как заселились, как указ сработал, они заселились, и они живут там. Там даже цену поднимали, чтобы они выселились, чтобы чилийц уехал, а девушка потом бы загремела в лагерь. Но вот они не выходят, им помогают родственники со стороны чилийцев. В общем, все боятся огласки, и они так в этой гостиничном номере просидели до 1953 года. А 1953 года… Почему нельзя было просто квартиру снять? Я не понял, зачем в гостинице-то? Тут есть сложности. Квартиру дипломатическому представителю снять невозможно в этом самом, в Москве. Это, извините меня, влетишь сразу. И тот, кто владеет, в смысле, в квартире прописанная, влетит поэтому только в гостинице. И они в гостинице. Вот они просидели несколько лет в гостинице до 1953 года, пока их не отпустили. Сколько же денег-то они за это заплатили? А если он дипломатический представитель, значит, он же мог забрать ее в посольство к себе? Сложности было. Опасались, что пока она будет перебираться из гостиницы посольства, ее просто… Это такая была Лития Лесина. Вот это ее история. И чилийская вот такая семья довольно богатая. Акампо. Акампо. А что, гостиница была как-то защищена? Это бастион? Туда нельзя было сотрудникам заходить? Да. Нет, но там вопрос заключался в том, что это дипломатический конфликт очень серьезный. А тут такая ситуация. Сначала дружили с чилийцами, потом что-то поссорились. И вот они как-то там сидели и не выходили. Все это самое время в гостинице. Но преследования по этому указу, в основном по 58-й статье, довольно многом нужно найти разных историй, связанных, когда девушка и парни, которые попадали, в основном девушки, которые попадали под эту 58-ю статью. Может быть, такая очень яркая история, я уже сказал, от Зои Федора. Но еще одна из таких очень ярких историй. Это история еще одной актрисы. Значит, была такая Татьяна... Господи, куда-то я вывалил. Акуневская, да-да-да, очень известная история. Татьяна Акуневская, в общем, она получила 10 лет лагерей за связь с иностранцем. Вот. И, значит, вот как... Ну, понятно, что они все до 53-го, в основном, года сидели. Но вот она, вот такое вот тоже преследование. И таких очень-очень много было. Девушек, которые... Связь это брат или это внебрачная связь? В основном это попытка... Значит, это сначала, безусловно, как там какая-то вот такие дружеские отношения, потом попытка заключить брак. И это уже рассматривалось как, значит, антисоветская деятельность. То есть само по себе заключение брака и желание заключить, даже желание заключить брак с иностранцем рассматривалось как антисоветская деятельность, антисоветская агитация и тому подобное. Попытка убеждать из Советского Союза через брак. Вот рассматривалось как антисоветская деятельность. Понятно, что в 53-м году это, значит, было отменено 26 ноября 53-го года. Очень интересный этот указ. Он состоял там из трех строк, но очень важный момент, что там была еще возвращена в один из законов, в закон о гражданстве СССР была возвращена статья о том, что если человек вступает в брак с иностранцем, то это не влечет к изменению его гражданства. И эта статья была возвращена. Ну, значит, нельзя считать, что с 1953 года тут же начали опять активно заключать браки с иностранцами, хотя вот этот указ был отменен. Тем не менее, преследование, свежение за этими людьми за браком по иностранцам, оно продолжалось очень активно. Отговаривали. Есть очень известная история, когда девушка в посольстве попыталась спрятаться. Значит, она подружилась с одним дипломатом, вот они спрятались в посольстве, и тогда стали увольнять ее родственников с работы, а там были высокопоставленные родственники, в общем, их стали гнать с работы, они пришли в посольство, уговаривали ее, в конечном итоге она вышла из этого посольства, и, собственно говоря, все, этот брак так и не сложился. То есть, преследование родственников, увольнение родственников, это стало нормой. Если заключила брак, ну, скорее всего, родственники за это поплатятся, безусловно. Ну, и такой итоговой точкой стал 1969 год, когда был введен новый кодекс о браке и семье, вот, тогда просто впрямую было разрешено заключать брак с иностранцами, просто вот прибрежними эта вот конструкция была введена. Правда, там надо было собирать очень много документов, и там надо было проходить беседу в КГБ, ну, и эти браки заключали только определенные ЗАГСы, их было там на всю страну несколько штук в самых крупных городах. Вот только эти ЗАГСы могли заключить брак с иностранцами. То есть, вкратце, вот такая вот история по бракам в нашей стране. Как вы думаете, мы эту историю можем повторить в наши дни? Понимаете, в чем дело? Вопрос заключается в том, что насколько широко у нас начнут, продолжат трактовать понятие нежелательного нанесения вреда. Насколько широко начнут трактовать это? Насколько это широкое трактование перерастет в практическое воздействие, когда человека только за то, что он пообщался с иностранцем или вот решил жениться и выйти замуж на иностранца. То есть, насколько широко это начнет активно применяться? Но при нынешней риторике перспективы вполне возможны. Потому что нынешняя риторика кругом одни враги, а ты, девушка, допустим, будет выходить замуж с иностранца, с страны, которая, извините меня, хочет зла России. Ну, все так. Ты же просто предаешь Родину. Мы не будем предавать Родину. Скажем вам большое спасибо. Игорь Валентинович Сажин был с нами на связи сегодня утром. Благодарим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова